МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренние эфиры на телеканалах Беларусь. Один и Беларусь 24 продолжает программа Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. Зал суда вместо выпускного бала в Бресте за распространение синтетики задержана 11-классница. Как сообщает милиция, юная особа работала на онлайн-наркомаркет. 17-летняя девушка должна была разложить по тайникам 40 граммов клефедрона. Судя по всему, это была не первая ее закладка. Девушка пояснила, что успела проработать с закладчицей около месяца. Фигурантка дала признательные показания. В отношении нее с следователями возбуждено уголовное дело. Уважаемые родители, проводите с детьми доверительные беседы. Не допустить детей к употреблению и распространению наркотиков наша общая задача. И криминальный тандем в Гомеле – задержанный грузчик и продавец одного из магазинов, которые по совместительству подрабатывали на наркошоп. Парень и девушка были закладчиками психотропов. Последний их тайник рассекретили оперативники. В схронах и дома у подозреваемых было 40 граммов особо опасного психотропа, содержащего эфедрон. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Продолжит выпуск обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Мягкие игрушки, детские наборы и куклы. Почти 3000 единиц товара для детей попытался провести через белорусскую границу нелегально и сэкономить на таможенных платежах 100 тысяч рублей польский перевозчик. Его остановили сотрудники белорусской оперативной таможни. Во время досмотра большегруза выяснилось, что почти 80% из всего широкого ассортимента игрушек, общая стоимость которых 300 тысяч рублей, не были указаны в документах. По данному факту, начат административный процесс, нарушителю грозит крупный штраф. Упал, очнулся гипс. На ферме в Климовическом районе главный ветврач провалился в открытый колодец и сломал ногу. Ответить за это по закону придется директору сельхозпредприятия. По информации следствия, история началась с того, что два месяца назад 58-летний житель райцентра обратился за помощью в местную больницу. В беседе с врачом мужчина пояснил, что накануне получил бытовую травму. Только через две недели на очередном приеме станет известно, что произошло на самом деле. Днем 11 января мужчина находился на работе. Передвигаясь по территории фермы, он провалился в открытый колодец, который был заснежен. В результате работник получил тяжкие телесные повреждения. Следователю пострадавший пояснил, что ранее колодец был закрыт деревянным щитом. Поэтому он так смело двигался по заснеженной территории. В отношении исполняющего обязанности директора предприятия возбуждено уголовное дело за служебную халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия. В настоящее время с его участием проводится следственное действие. Воспользовался беззащитным положением ребенка и напал на него с ножом. В Минске следователи разбираются в шокирующих обстоятельствах дела в отношении 38-летнего гражданина Украины, едва не лишившего жизнь пасынка. Это произошло вблизи столичного общежития в декабре прошлого года. 13-летнего мальчика чудом удалось спасти. По материалам дела, зимним вечером, пока супруга была на работе, обвиняемый выманил ее старшего сына на улицу, дважды ранил ребенка ножом в шею и хладнокровно оставил умирать. По счастливой случайности рядом оказался прохожий. Он первым увидел окровавленного мальчика и бросился на помощь. Просто картина под фонарем, все в крови получается. Ну, понятно было, что, ну, рано. И я сразу подумал, ну, зима, скользко, декабрь месяц. Может, поранился где-то или что. И на горле отчетливые, ну, порезы были видны. Как минимум два. Ну, я за него и задание ближайшим людям. Ну, и все, там, медики, кровь сильно шла. Поэтому рану зажал. Ну, и, ну, скоро, в принципе, быстро приехал, там, в течение, наверное, 10 минут. Вот. Ну, и пока не приехали. В общем, чтоб, ну, не выключился, потому что я боялся, что он просто умрет на руках. Кто еще помогал бороться за жизнь ребенка? Как фигурант попытался уйти от наказания? И за что обвиняемый так безжалостно обошелся с невинным ребенком? Подробности расскажем в большом репортаже о вечерней итоговой программе в пятницу. Житель Барановичей, ранее уже судимый, обрел новые проблемы с законом после того, как взобрался на чужую машину и стал исполнять на ней пьяные трюки. О случившемся в милицию сообщил 61-летний мужчина, ставший невольным свидетелем инцидента. Правокранители быстро задержали подозреваемого по горячим следам. Причину хулиганского поступка 32-летний мужчина объяснить не смог. Добавил только, что припаркованная «Шкода» встретилась на пути, когда он уже был пьян. Как было установлено, мужчина после трудового дня вместе со своими знакомыми выпивал в гараже одного из приятелей. После того, как горячительное закончилось, товарищи разошлись по домам. Фигурант по пути домой, проходя вблизи костела, решил зайти на территорию, где и увидел припаркованное авто «Шкода». Противоправному поведению барановчанина следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Больше 2,5 тонн наркотиков под водой в Тихом океане у побережья Колумбии выловили подводную лодку, забитую кокаином. Вместе с тайником на борту субмарины нашли два мертвых моряка. Как сообщили в Национальных военно-морских силах южноамериканской страны, еще двоих из числа экипажа госпитализировали. По предварительной версии они отравились ядовитыми парами из-за аварий на лодке. 14-метровая находка, способная нести до 6 тонн груза, была наполовину заполнена наркотиками. Стоимость такой партии на черном рынке оценивают 87 миллионов долларов. Местные власти отмечают, что подобный случай на воде уже не первый. Это был проект «Зона Икс». Не пропустите наш вечерний эфир в 18.15 на Беларусь-1. Берегите себя и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова